В пятницу председатель правительства Дмитрий Медведев представил президенту Владимиру Путину состав нового кабинета министров. Президент, предложенный премьер-министром кандидатуры, поддержал и в тот же день подписал соответствующие указы. О тех, кому придется очень много работать. Евгений Рожков. Российское правительство укомплектовано, вакансий больше нет. Назначенные вице-премьеры и министры уже обживают свои кабинеты здесь, в здании на Краснопресенской набережной. У главы правительства теперь 10 заместителей. Один из них первый. В новом кабмине 22 министерства, то есть на одно больше, чем раньше. И появилось сразу 14 новых людей. Впрочем, и многим из тех, кто пришел из прежнего состава, в этом поставлены совершенно новые задачи. Путин, принимая Медведева в пятницу, сразу подчеркивает, что всех кандидатов на высокие посты он знает, по некоторым еще утром они дискутировали, но вот теперь вопрос решен. Все люди известные, с хорошим опытом работы, хорошо зарекомендовавшие себя на прежних участках работы. Я согласен. Нужно будет оперативно решить вопросы. Я вас прошу к этому тоже подключиться. По замене тех наших коллег, которые покидают свои прежние места работы. Хорошо, обязательно все сделаем. И в ближайшее время представим всех новых министров коллективом их министерств. Структура правительства изменилась не сильно. По мысли премьера, она доказала свою эффективность, поэтому только подправили. Вице-премьеров стало не 9, а 10. Вели новую должность первый вице-премьер. Им стал Антон Силуанов. Одновременно он будет, как и раньше, министром финансов. Однозначное усиление полномочий. Это связано с масштабом задач, которые поставил президент. Промышленность и энергетику будет курировать Дмитрий Казак. Один из самых опытных вице-премьеров. Строительство и развитие регионов Виталий Мутко. Спорт и культура. Теперь сфера деятельности Ольги Голодец. А весь социальный блок поручен Татьяне Голиковой. Для нее эта сфера не новая. С 2007 по 2012 год работала министром здравоохранения. И все последнее время возглавляла счетную палату. И по ее же словам, так привыкла к коллективу, что прощаясь, едва сдерживала слезы. Я благодарна аудиторам и коллективу счетной палаты. Но объем работы той, что впереди, быстро настроил на рабочий лад. Все мои знания, опыт, который связан с 17-летней работой в Министерстве финансов, с почти 5-летней работой в Министерстве здравоохранения и социального развития. Ну и опыт с изнанки в счетной палате тоже почти 5 лет. Конечно, это очень серьезный такой багаж, который, я надеюсь, в моей будущей работе мне будет очень помогать. Освободившийся пост главы счетной палаты предложен Алексею Кудрину. Его кандидатуру внесла Единая Россия, то есть большинство в Думе. Так что шансы максимальные. Он собирается, как и всегда заявлял, выявлять резервы в работе нашей финансовой системы. И полномочий, уверен, ему хватит. Статус председателя счетной палаты по закону о счетной палате уровень первого вице-премьера. Если вы хотите посмотреть, а статус заместителя, председателя счетной палаты, статус вице-премьера. Вернулся в правительство Алексей Гордеев. Как вице-премьер он будет курировать село. Для него там все знакомо. Десять лет он возглавлял Минсельхоз. Потом был губернатором Воронежской области, чье мясо теперь знает вся страна. Был полпредом в Центральном округе. И вот снова будет работать с аграриями. Юрий Трутнев свой пост сохранил. Полномочного представителя президента в стратегически важном Дальневосточном округе. И вот новое лицо в руководстве Максим Акимов. Зампред по транспорту. Начинал свою карьеру в Калуге. Был мэром города, потом заместителем губернатора. В области в это время появился один из крупнейших автомобилей строительных кластеров в России. И это показатель. Руководить аппаратом правительства поручено Константину Чуйченко, соратнику премьера Медведева. Кресло вице-премьера по оборонно-промышленному комплексу занял Юрий Борисов. До этого заместитель министра обороны. Кадровый офицер, доктор технических наук отвечал за военно-техническое обеспечение армии. В новой постасе на совещании в Сочи его представил лично президент. Хочу вначале поздравить Ивановича с назначением на высокую должность вице-премьера российского правительства. Садитесь, пожалуйста. Надеюсь, что он использует весь свой опыт, знания, накопленные за многие годы работы в этой области, для того, чтобы продвигать все наши планы. Из пяти министров, которые напрямую подчиняются Владимиру Путину, четверо сохранили свои посты. Это глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава МВД Владимир Колокольцев и министр юстиции Александр Коновалов. Замена в МЧС. Вместо Владимира Пучкова начальником спасателей назначен Евгений Зиничев, генерал-лейтенант и до этого замначальника ФСБ России. Большую часть своей жизни посвятил службе в органах госбезопасности. Судите. Министерство образования в Новом Кабмине разделилось на два. Минпросвещение во главе с Ольгой Васильевой. Там сконцентрируются на школах и среднем специальном образовании. И второе – Министерство науки и высшего образования. Его задача – развитие вузов и науки в целом. Его возглавил Михаил Катюков. Ему 41 год, и до этого он руководил ФОНО – Федеральным агентством научных организаций. Есть очень большая задача, стоящая перед школой. Мы должны войти в десятку лучших систем, мировых систем общего образования. Наука и образование связаны очень тесно. Наверное, как ни одна другая, если так друг от друга не зависит. И мне бы очень хотелось, чтобы мы нашли очень правильные механизмы, как можно быстрее организовать конструктивную работу. Минкомсвязи сменило название. Теперь это Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Решать задачу всеобщей цифровизации, поставленную президентом, будет Константин Носков. Последние шесть лет он руководил аналитическим центром при правительстве. Участвовал в создании крупнейших IT-проектов. Но, например, запускал портал Госуслуг. Нам нужно сделать так, трансформировать различные отрасли и сыграть на опережение. Это новая амбициозная задача, которую мало кто решал в мире. Семь министров сохранили свои портфели. Это министр промышленности и торговли Денис Мантуров, энергетики Александр Новак, спорта Павел Колобков, министр труда и соцзащиты Максим Топилин, экономического развития Максим Орешкин, министр здравоохранения Вероника Скворцова. Та онкологическая программа, которую нам поручил президент реализовать, она будет тем основным прорывным моментом, который выведет качество медицинской помощи в нашей стране на принципиально иной уровень. Ещё одного сохранившего свой пост министра культуры Владимира Мединского мы застали на съёмочной площадке. Он приехал поговорить с актёрами прямо в павильонах, где снимается большой исторический фильм «Годунов». Он, кстати, выйдет в эфир на телеканале «Россия» в новом сезоне. В роли Годунова Сергей Безруков. Всё настолько живое, что ты берёшь в кадре всё настоящее. А потому антураж для интервью — макет Кремля 16 века, где всё максимально приближено к реальности и фильма, и того времени. Поэтому без сапог тут, но никак. Как в культуре. Без госпомощи и без контроля. Главная задача, которую мы видим перед собой, это обеспечить эффективность вложения каждого государственного рубля, направляемого на поддержку нашей культуры. Не давать всем подряд. Проще всего всем по чуть-чуть раздать, и министр будет всеми любимый. Никого не обидел. Кто первый добежал, тот получил. Мы хотим, чтобы это было эффективно. Сразу три министра были призваны в новый состав из губернаторов. Из Амурской области приехал Александр Козлов. Ему 37 лет, и он стал самым молодым министром в этом Кабмине по развитию Дальнего Востока. Из Ямала-Ненецкого автономного округа прибыл Дмитрий Кобылкин. Теперь он министр природных ресурсов и экологии. А из Тюменской области Владимир Якушев. Он возглавил Министерство строительства и ЖКХ. И это сразу несколько доказательств того, что попасть из регионов в федеральное правительство вполне реально. В министерстве очень много сделано. Самое главное не потерять темп, подхватить всё то, что было там наработано. Во главе Минтранса теперь Евгений Дитрих. Он был замом у прежнего руководителя Максима Соколова. Это он отвечал за автодорожную часть Крымского моста, который, как мы знаем, сдали раньше срока. А ещё Евгений Дитрих вместе с Михаилом Катюковым окончили управленческую школу при Российской академии народного хозяйства и госслужбы. Это тоже теперь кузница кадров. И ещё в Министерстве сельского хозяйства Александра Ткачёва сменил Дмитрий Патрушев. Он последние 8 лет был председателем правления Россельхозбанка. А Министерство по делам Северного Кавказа возглавил Сергей Чеботарёв. Он работал в управлении администрации президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. Все указы о назначениях глава государства подписал, не откладывая. Прямо там, в Сочи. А одной из первых, кто узнал эту новость, стала канцлер Германии Ангела Меркель. Она приехала ровно в тот момент, когда Медведев выходил от Путина. И заговорила, что интересно, по-русски. И сразу несколько министров уже нового правительства участвовали в переговорах. Остальные ещё только готовятся к активной работе. И работы предстоит много. Новый майский указ президента Путина, требующий прорыва во всех областях, исполнять этому правительству. Евгений Рожков, Дмитрий Петров, Павел Зарубин, Евгений Медведев, Алексей Карпухин и Елена Манухова. Вести недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова